Ну, значит, сейчас, смотри, они отдали с тем ПВО Германии, значит, можно легко работать по территории Германии. ПВО Британии поставили, значит, по Британии можно. Франция голая благодаря Макрону. Ну, в чём проблема? Откуда Столтенберг? Норвег? Я не поняла вот эту вот фразу, что значит построссийское пространство. Ну, она же, ну, видно, что Европа трещит по швам. А нищая, немытая Европа никому не нужна. Да, возможно, кроме нас, нам интересно ходить в их музеи. Привет, друзья, я Григорий Герман. А вот кому свежих струй Божьей Росы, лучшего качества, сделанного Станкина, близко не подходите. Видите, я сам издалека наслаждаюсь зрелищем, как в доверчивые лица зрителей федеральных каналов бьёт тугая струя характерного цвета и с характерным запашком. Божья Роса, говорят пропагандоны, эту самую струю обильно испускающая. Пять лучших струемётов выстроились в ряд, пришло время оценить их работу и, конечно же, опять повторюсь, издалека. Пусть в комментариях на ютюбе резвятся божьи Росаверы, мы-то знаем правду и поделимся ею с теми, кто не утратил обоняние. Лучшая пропагандистская пятёрка этой недели будет озвучена, рассмотрена и разобрана на молекулы с украинским политтехнологом Борисом Тизенгаузеном. Поехали! Тут у нас вдруг, как в сказке, скрипнула нервная система у гостей и ведущих шоу «Место встречи с Норкиным и Трушкиным», которое в два бронзбойта окучивают зрителей на канале НТВ. А Андрей и Иван, в смысле Норкин и Трушкин, пожарники с опытом. Они любят, когда всё горит, все бегают, суетятся, кричат друг на друга, а потом вдруг вспоминают, что, согласно Гилеровскому, пожарники – это погорельцы, настоящие и фальшивые, приходившие и приезжавшие в Москву семьями за подаянием, собираемым на погорелые места. А они-то профессионалы – пожарные, поэтому достают свои бронзбойты и дают стране росы. Иногда – коллективно. Ужас в том, что теперь на всё, что происходит в нашей жизни, кого-то не пустили. А как вы хотели, война идёт! Я вам больше скажу… О, видите, вот, я вам объясню. На расслабоне, что вы? Большая часть населения России, большая часть предпочитает мир, а не войну. И что? И что? И поэтому поделать издадим все тогда, да? Те люди, которые сейчас говорят, а что вы хотите, идёт война, они пытаются в эту войну втянуть всё население, устроить в стране военное положение, охоту за бедом. Учайте военные митинги в Москве, да. Ребята, понятно. В чём разница глобальная? Борис Борисович, давайте заканчивайте, что вы можете. Эта история СВО и Великой Отечественной. Знаете, в чём? В Великой Отечественной войне ни у кого из населения Советского Союза не было сомнений, что на нас напали и что эта война праведная. Праведная. Прям ни у кого. А в этой истории СВО у огромного количества врачей. Можно, Дмитрий Владимирович, разговаривать с историей? У Норкина и Дружкина вообще возникла достаточно удивительная ситуация. Она у них часто возникает, потому что они же часто приглашают таких мальчиков для питья. Но впервые прозвучало то, что уже подтверждалось социологическими исследованиями, причём и закрытыми, которые там протекают иногда, и открытыми, и левадовскими. Большинство россиян против войны. Они за мирные переговоры. И впервые это прозвучало в студии. Понятное дело, что его затюкали. Но о чём это говорит в принципе? Это говорит о том, что даже управляемые эфиры, которые есть у Норкина, которые есть у Скорбеева, и у Соловьёва, управляемые эфиры, где ведущий... Ну, давай скажем прямо нашим телезрителям, что если ведущий грамотный, умеет затыкать рот, то ты даже слова не скажешь лишнего тебе. Плюс если звукачи там ещё нормально работают, быстро тебе тушат микрофон и так далее. То в принципе, а вот здесь оно прорывается уже даже через вот эти препоны. Это говорит о том, что россияне, они же думали, что война, это же как бы война из их истории любая. Сели на белых коней, махнули шашкой и всё, взяли Берлин. Всё. А война-то она другая оказалась. Она оказалась, из их семьи забрали человека, а потом привезли его по частям, а некоторые просто пропали, денег не заплатили, жить стали хуже. А вот она война какая бывает. Поэтому они говорят, мне нет, такой войны мы не хотим. Давайте отменяйте, откатывайте назад. А назад откатить уже не получится. Поэтому я думаю, что со временем, вот 9 месяцев прошло, 10 год, когда будет, тогда нужно будет некий, это же дата-то круглая, год, да, ровненькая дата, тогда уже нужно будет подводить некие итоги. И вот какие итоги подведёт рядовой россиянин? Жить стал хуже, соседа убили, значит, брата там, сына кого-то ещё убили. А что мы взяли? Кусок Донбасса, который и так спаратистами был с 14-го года руководил. Или что мы взяли? Маленькую часть Херсонской области, чуть-чуть Запорожской, как у нас вон. Кстати, очень прикольный факт. Я недавно смотрел российского одного учёного, он рассказывал на полном серьёзе, говорит, смотрите, вот площадь Крыма вот такая, площадь Донбасса вот такая, площадь там кусочка Херсонской области вот такая. А знаете, сколько мы сдали в аренду Китаю на 49 лет? И показал примеры, и там, ну, в разы, наверное, больше. Сейчас с точной цифрами скажу. Он говорит, так где мы собрали землю? Мы разобрали землю, и все сидят такие, ну, как-то так, да, что-то грустно. Ну, то есть вот так вот. В основном же российский зритель, он же про Китай-то не знает ничего про аренду. Ему же про это не рассказывают. Ему же показывают только флаги в Совете Федерации, вот эти тряпки, которые они повесили. Поэтому, типа, Китай незаметненько, а тут со всем пафосом, с фанфарами и со всеми делами. Ну и плюс ко всему, ишь и знаешь, какая интересная особенность есть во всём этом. Ведь на самом деле, вот они в студии, когда у них возникает подобная ситуация, они как бы проигрывают тот диалог, который мог бы возникнуть в голове у зрителя. Зритель-то видит и чувствует это всё. И у него возникают такие мысли, что я не поддерживаю, не нужна она мне. И вот возникает в студии вот такой вот полка-дурак, который эту мысль озвучивает, и на которого тут же моментально накидываются все остальные, подсказывая россиянину подход мыслей. Чувак, вот это правильный ход мыслей. Вот это вот. Да, да, и, кстати, ты абсолютно прав. Они же иногда делают носителя неправильной точки зрения, но правдивой. Полнейшим идиотом, который абсолютно не может обосновать точку зрения. Да. Ну а как, смотрите, а что мы там добились? И вот ему говорят, что? Да для тебя Россия ничего не значит, да? Посмотри, наши мальчики умирают. Сейчас мы с колен поднимаемся, наконец, наконец-таки Россия к импортозамещению переходит. Давно, тысячи лет назад нужно было это сделать. То есть, понимаешь, и сидит человек. Ну да, да, ну хорошо. Так они раньше украинских экспертов, все украинских экспертов юзали. А сейчас свои. И причем это у них уже становится такой, знаешь, доброй практикой, потому что на прошлой неделе там был еще вот этот вот такой щекостенький с грустными глазами экспертик у Нуркина же и Трушкина, который начал говорить о том, что российская власть стремится к переговорам с Украиной. И на него все накинулись, слушай, да ты неправильно понял. Ты не... нет, вы не поняли. На самом деле нет. И так далее и тому подобное. Вот это очень яркий показательный момент. Да, да, причем сядут за стол переговоров, когда мы скажем. Хотя сигналы, да, то есть там уже, по-моему, только ленивый, наверное, из седьмого эшелона МИДа не попросил Зеленский, пожалуйста, ну просто по-братски сядь за стол переговоров. Ну что, тебе жалко, что ли? Да. Да, так. Ну у них иная, конечно, картинка, ну... Идем дальше. Тут на четвертом месте, кстати, тоже пожар на шоу Норкин и Трушкин на месте встречи розовых пони с бетонной реальностью. Дело в том, что до сих пор в России бесчисленное количество людей считают, что весь этот милитаристский патриотический ад, который затопил Федерацию, их не затронет. Ну, мы же нормальные люди. Мы интернет читаем, мы все знаем. Крым, ну, он де-факто российский, но де-юре не очень понятно. Букву «З» на машину я никогда не наклею. Короче, фиг вы ко мне придолбаетесь, товарищ майор ФСБ. А бетонная реальность такова. Придолбаются и найдут. Потому что все это зверье уже пришло. Не за вами, нет. За вашими детьми. И если вы нормальный родитель, вам нужно у ребенка выстраивать правильную систему координат. В государстве, где эта система перевернута, выломана, потом склеена скотчем и завалена на бок. Вы объясняете ребенку, что такое хорошо, что такое плохо. Он приходит в школу, а там учителя на прямой связи с ФСБ. Ага. Убивать людей, значит, плохо, да? Война, значит, это зло. А папа сейчас дома или на работе? Ну, чтобы товарищ лейтенант Федеральной службы безопасности даром по городу не колесил. Угу. Спасибо, Анечка. Опергруппа уже выехала поговорить с твоим папой. Вот вы реально думаете, я сейчас приукрашиваю? Ну, смотрите сами. Я абсолютно уверен, что объектом исследования в данном случае являются не только школьники, но и их родители. Откуда информация, то есть откуда картина мира у школьников формируется? В основном из семьи. И если мы видим, например, что больше половины школьников предлагают линчевать чиновников плохих, то мы понимаем, что это атмосфера общества, потому что об этом говорится у них дома. То есть это общественный запрос, такое наведение, такое жесткое. Да, совершенно верно. Дети сдают учителей, которые что-то не того говорят. Учителя сдают детей, там, девочку какую-то несчастную, у которой была желто-синяя аватарка в соцсетях, и это заметили, и начали подвергать ее астракизму и так далее. И вот этот момент, который они только что озвучили, о том, что проверка детей – это на самом деле проверка их родителей. И это чистой воды немецкий фашизм. Это еще одно подтверждение, когда через детей дети доносят на родителей. Это Сталин такой, знаешь, концентрированный Сталин и Гитлер. Ты знаешь, там много разных моментов, они пытаются вот этими доносами детей на родителей продвинуть. То есть, во-первых, там, как это, концентрация общества вокруг одной цели. Цель превыше всего. Человек ничто, цель все. То есть вот эта вся история, это чисто, да, согласен, чисто геббельсовские штучки, нацистские абсолютно. А вот когда уроки патриотического воспитания, и когда ребенок доносит, и ему говорят, молодец. Помнишь же раньше вот эти фильмы, которые мы уже начали забывать, когда женщина в ужинной куртке выводила вперед ребенка и говорила, значит, советский ребенок обязан доносить на врага, даже если этот враг – твой отец или мать. Такой враг не может называться отцом или матерью, потому что отец у тебя Сталин, а мать твоя, там, не знаю, советская власть. Родина, да. Вот эта история в России начинается. Чем она закончилась один раз, мы прекрасно знаем. Будут уничтожены, сгноблены, заслужены тысячи, сотни тысяч людей. Пока есть такая возможность – убегут. Но просто жить в стране, где завтра твой ребенок на тебя стуканет и тебя посадят – это, мне кажется, страшно. Хотя в России, мне кажется, Россия это заслужила. Мало того, что она заслужила, мне кажется, что, к сожалению, Россия возвращается к своему любимому состоянию. Состоянию, когда на кухнях мы говорим одно, а на политинформациях, на предприятиях по пятницам с утра мы говорим абсолютно другое и киваем головами. Это, знаешь, как социологические исследования, да, вот то же самое. На кухнях мы говорим одно, а в социсследовательных мы говорим другое. Да, и ты знаешь, это же идея Гитлера была, что рабочий класс, он должен трудиться там шесть дней в неделю, а вот в свободное время, причем Гитлер любил вот эти свои пропагандистские движуты вечером, когда рабочий класс вообще уже ничего не понимал после смены, и дальше он просто кричал, воспринимал вот именно на животном уровне. Вот эта же история происходит сейчас в России. Но мне кажется, что чем больше они будут вот туда уходить, вот их клонить будет туда, тем лучше для нас, тем еще более иными они станут для всего цивилизованного мира. И они вынуждены будут закрыться от этого мира, и мир от них будет закрываться, как это происходит сейчас, потому что не захочет вот эту жуть у себя где-то там быть. Бронзовый сливной бачок этой недели уходит в соловьиное царство. Вот тут, как всегда, своя неповторимая атмосфера оральных наступлений и наказаний. В смысле, в этой студии ртом уже и Лондон несколько раз ядерными ракетами били, и по Германии лупили, и Францию бомбили, хотя на самом деле в реальном мире бомбит тут только у Рудольфовича. Впрочем, в этот раз он решил обратить свой испепеляющий взор на тех, кто успел выехать за границу, ну или изначально там был, и смеет высказывать свое мнение, что нужно делать россиянам, чтобы избежать как минимум мобилизации, как максимум позора на всю оставшуюся жизнь. Потому что очень скоро признаться, что ты россиянин, и что ты в самые темные для России моменты, моменты, когда путинизм достиг своего пика, ничего не делал, будет очень и очень стыдно. Не-не, не Соловьеву. Соловьеву в тот момент уже будет не стыдно, потому что «what is dead may never die, if you know what I mean». А если нет, посмотрите перевод. Во-первых, мы хорошо понимаем, что расстрелы в какое-то время придется возвращаться. Я против. Но я резко за, потому что в зоне боевых действий с террористами иначе просто невозможно. Зона боевых действий за скобками, я говорю про... Да-да, я имею в виду, что вот там придется. Алягер ком алягер, помнишь как? Примерно. Когда, например, какой-то Волков, сидя за рубежом, призывает к убийствам военкомов, к поджигу зданий военкоматов, к проведению терактов на железнодорожных путях, и Запад к этому относится спокойно, я считаю, в нашей стране он должен быть объявлен террористом со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами. Пузырик предложил расстреливать террориста. Причем террористами он считал тех, кто, как он сказал, сидит за рубежом и оттуда призывает не подчиняться мобилизации, стрелять в военкомов, поджигать военкоматы. Мол, типа, все это террористы, и с ними нужно вот так с террористами. Вот. Я даже улыбнулся, потому что я в своих эфирах и стримах как-то нет никак. Одно это призывало делать ухтышечка. Да, да. С одной стороны, хорошо бы, да, чтобы они начали расстреливать тех, кто плохо служит путинскому режиму, но служит их, но плохо где-то. С другой стороны, хорошо бы, чтобы они начали расстреливать тех, кто, например, долго служит путинскому режиму, но проворовался и не поделился. Это тоже хорошо. То есть меньше служат путинскому режиму. Но мне кажется, что сейчас в России вот среди упоротого электората пропутинского, а таких там приличное количество, именно это желание обострено, вернуть смертную камень. Это могло бы сильно сместить акцент из поражения. То есть вот смотри, сбежали из Херсона, что делать? Давай на площадь Шойгу, голову отрубивай, и все, и народ лекут, неделю гуляют, блины ест, и запивают пивом каким-то. Вот это же зрелище. Хлеб отдать не могут, но зрелище с избытком было бы. Поэтому я думаю, что почему, кстати, Медведев там, верните, смертную казнь вещал. Да, вот это он отражает запрос общества, они проверяют. Я думаю, общество прямо с удовольствием. Они же для упора как это делают. А те, кто эту дичь на эту дичь смотреть не могут, будут бежать. Такие не нужны в советском 2.0 государстве. Да, ну а если говорить о тех оппозиционерах, о которых он, собственно говоря, и говорил, то мне кажется, что вот это вот, все эти призывы и все эти вот надувания самого себя, это из разряда ударим по Лондону, как они с Рогозиным обсуждали, да, там, захватим Вену и Будапешт. Причем тут время тоже понятно. Красивое название, известное каждому россиянину. Вот. Это вот как раз из этого же разряда. Да, вот как, эх, вот я бы ее, да, там, а, собственно говоря, ничего и не получается. Да, ты знаешь, Рогозин, это вообще удивительно. Вот Рогозин, кстати, куда же, на площадь? Миллиарды, миллиардов, миллиардов выделялись на Роскосмос. И когда Рогозин сидит у Солодлева и говорит, да, там нам миллиарды выделялись, но нам 570 миллионов сократили программу, как можно с этим работать? Хотя там 14 миллиардов, по-моему, суммарно было, 15. Как сократили мне Солодлевку, да, не знаю как. Разожратая, абсолютно аморальная, гнусявая, проворовавшаяся мурло, которое сняли с Роскосмоса, потому что он угробил Роскосмос, кстати, за это мы ему не дали, потом отдельно повесили. Скинули деньги на карточку филотбанка, да. Да, да, да. Рогозин, передаем привет тебе, спасибо за то, что развалил Роскосмос. Гур, Украина тебя не забудет. Это для, значит, для прокуратуры России официально мы сообщение передали. Поэтому я, честно говоря, не представляю, как можно просто сидеть вот так, да, я украл, ничего страшного, но мы возьмем в Вену и Будапешт. Это же какая-то каша в голове у человека. Ты бахмут всей своей армией хваленой взять не можешь который месяц, и слава нашим вооруженным силам, что не дают тебе это сделать. Ты собрался в Будапешт и Вену, тебе всю Украину нужно будет пройти, а ты идешь в обратную сторону последние несколько месяцев. Ты, Рогозин, лучше сиди и думай, как тебе защитить Белгородскую и Курскую области, а не брать Будапешт и Вену. Серебро рейтинга моего отправляется Тиграну в бобровой шкуре Киосаяну. Свой сливной бачок этой недели он получает за истерику в студии у Соловьева на тему «Что сказать народу, чтобы он народ не грустно лег, а радостно вскочил и не на кладбище, а в военкомате, а потом уже на кладбище». Киосаян почему-то искренне убежден, что народ не особо горит желанием дохнуть за царственную недвижимость в Геленджике и движимость в порту, потому что ему, народу, не сказали правильные слова. Вот скажут ему эти слова, и все пойдет как по маслу. Люди будут толпами проситься на фронт, чтобы сдохнуть в Украине и продлить тем самым агонию и путинского режима, и самого Тиграна. Со всем его прекрасным, на самом деле нет, семейством. Так не хочется уезжать на тюрьму, а тут в студии так прекрасно, так по-домашнему. В этой войне, войне, я настаиваю на слове война, в этой войне нас спасет. Нет, никогда в историческом процессе, здесь историки стоят, не было такого. Всегда воззвание к народу, всегда объяснение того, или мы победим, или погибнем. Это наша традиция, это российская традиция. А говорить, что, ребят, вы главное не беспокойтесь, но вот здесь у нас инженеры поработают, у нас тут станки, и мы начнем выпускать. Это не бывает так. Сейчас мы чуть-чуть мобилизованных, и больше никому не надо будет идти, и все будет хорошо. Значит, мобилизация внутренняя нужна, я не устану об этом повторять. Может, я уже сам себе надоел с этим лозунгом, но нельзя быть так. Тогда и слухи появляются, тогда недоверие появляется. А это самое страшное в условиях войны – недоверие к власти. Симоньян, не та, которая Симоньян, а тот, который Симоньян, он же Киасатян, прямо вот зашелся слюной в критике власти и в том, что нужно сказать народу, мы погибнем или победим, и всех тут же моментально мобилизировать. Вот тут же всех, со всеми этими словами. Причем это уже нарратив, мне кажется. Да-да, нужно сказать народу правду, наконец, что мы воюем не с украинцами, а с 50 странами, с НАТО и с пришельцами вместе взятыми. Против нас весь мир, и на самом деле те, кто нам помогают, они нам не помогают, они тоже против нас, стоит Россия одна против всего мира. Вот этот нарратив у них новый относительно, но он не сильно работает. Хотя Соловьев, вот обратите внимание, Соловьев, он каждые 10 минут говорит, ну мы же против НАТО воюем. То есть он как чистый пропагандист, это же один из элементов постоянного повторения, пропаганды, он этот элемент отрабатывает вообще на отлично. Поэтому рассказывать, что готовить к новой большой мобилизации, это они уже начали делать. Тут вопрос, наверное, нужно задавать правильный, а вот эти пропагандисты, мне кажется, что они даже в большей мере виноваты, ну и должны большие сроки получить, чем непосредственно генералы, которые отдают приказы. Потому что пропагандисты объясняют вот этому биомассе, почему убивать, уничтожать нацию, это правильно. Если бы они не объяснили, тогда бы люди начали задавать вопросы, а почему мы должны убить украинцев. Вот они сделали подготовительную работу, поэтому они должны, ну в общем-то, как и с нацистской Германией, там пропагандисты сидели и были, уничтожались потом наравне с военным руководством. Ну и так, чтобы не разрывать семью и обеспечить ее сливными бачками и для первого, и для второго этажа бедной пропагандонской сакли Симоньянов, золото нашего рейтинга на этой неделе уходит Марго, выплюнь хвост бобра Симоньян. И вот тут вот интересно, потому что она тоже запела песню про общую ответственность всех за преступления режима. И мне, честно говоря, все яснее становится понятно, что это именно та тема, которую они с Тиграном обсуждают, когда в 4 часа ночи Марго, одев халат, обнаруживает Тиграна в пижаме, сидящего в столовой и задумчиво курящего одну за другой, со взглядом, устремленным в стену. «Что, Тигранчик?» – спрашивает Марго. «А ведь мы все сядем», – задумчиво говорит Тигран, «если повезет». «А может, отпетляем?» – спрашивает Марго, закуривая рядом с ним. «Это вряд ли», – отвечает Тигран. «А может, все наоборот. И в пижаме курит именно Марго и говорит приблизительно такое». «Я хочу сказать, что если мы умудримся проиграть Гаага, условное или конкретное, ждет даже дворника, который брусчатку внутри за Кремлевской стеной подметает, что от того еще один район Киева останется без света или не останется, масштаб катастрофы, которой обернется наша страна, если мы умудримся это сделать, он, ну, даже его представить себе нельзя. Нельзя. Поэтому Гааги боятся в лес не ходить. Просто не будет никакой Гааги. Если так случится, то… Ничего не будет. О чем и речь? Весь мир в труху. Гаага будет для всех. Даже последний дворник, который что-то там подметает листья в Кремлевском дворе, он тоже будет отвечать. Туда же пошла и Каскобеева, и все остальные, но у Симоньяна он прозвучал ярче всего, поэтому давай обсудим его. Кстати, я бы его реально хотел разобрать, потому что там было зашито сразу несколько мессенджей. То есть первый мессендж, она сказала, будут сидеть все, даже те, кто за границей. Это Скобеева сказала? Да, да, Скобеева. Она сказала это для того, что, мол, олигархи, если вы хотите там где-то отсидеться, то не получится, вы тоже будете, мы вас сдадим. В первую очередь мы, они, точнее россияне, сдадут всех, потому что не захотят идти одни в Гаагу, поэтому будут сдавать всех. И второй момент, смещение акцента, ну это важное смещение акцента, с Россия, Россию невозможно, они начали говорить, можно ли или нельзя победить Россию, где-то пару месяцев назад. Россию невозможно победить, это просто невозможно, потому что она великая и могучая. А вот теперь вот этими посылами, они сместили акцент, Россию невозможно победить, потому что если Россию победят, то мы все пойдем в тюрьму. А какой будет следующий этап? А следующий этап будет, когда они будут выбирать из нескольких планов возможной катипуляции, какой из них предъявлен. Это будет уже следующий этап, потому что этап, что вдруг Россия проиграет. Ну, вдруг. Они уже прошли. И еще один очень важный момент, на который стоит обратить внимание, причем в основном российским гражданам. Ребят, то, что вот они сейчас запаривают, про то, что отвечать мы будем все, и сядем в тюрьму мы все, и в Гаагу поедем мы все, это чистой воды чёс. Это чёс вообще кристально, как вода Байкала. Потому что суд в Гааге занимается абсолютно конкретными военными преступниками. Да, Симоньян туда попадает в этот список. И Скобеева тоже. И Путин, и Суровикин, и Песков, и так далее. Но это суд серьезный, это не басманный суд Москвы. Это суд, который будет идти долго, и каждый человек, каждый подсудимый рассматривается в течение длительного времени. Суд не будет тратить время на простых россиян. Поэтому они сейчас пытаются спрятаться за вашими спинами. Вот те, кто действительно виноват. Я даже больше скажу, они улетят в те страны, которые не будут их экстрадировать. Не знаю, в Арабские Эмираты, куда-то там еще на Ближний Восток, в страны Африки. Они приобретут там недвижимость. А вы, россияне, останетесь один на один с санкциями, со своими погибшими родственниками. С государством, которое абсолютно плевать будет на вас, наше государство не будет. Вот что вас ждет в ближайшей перспективе. Да, ну вот ГААГа и уголовная ответственность за то, что сотворили они. Вас, россияне, точно не ждет. Вас ждут сложные времена, когда Россия проиграет. Останется ли Россия на карте тем самым единым государством, федерацией, или не останется. Или превратится в конфедерацию. Или превратится в небольшие государства, где вы действительно будете реально хозяевами своей жизни, хозяевами своего положения. Мы не знаем. И не знает никто. Но то, что вас, ГААГа, точно не касается, это зуб дают. Как Пригожин бы сказал. Да, но он, может, и не сказал бы все эти последние заявления. Да, вот кому точно следует опасаться и ГААГи, и уголовного преследования, и ФСБ, и агентов ЦРУ, МОСАДА, и СБУ. И СВР, и ГРУ, МОСАДА, и вместе взятых, так это Пригожин. Ну и не только ему. Вам этого всего опасаться не стоит. Не надо позволять этим апокадонам и этим ворам, которые захватили власть в России, прятаться за ваши спины, пугая вас тем самым. Не, ну а дворник тут при чем? Вот реально, нечего больше делать международному суду за дворниками бегать. А следователям на дворника доказательную базу собирать, железобетонную. Ага. Зачем палить из пушки по воробьям, когда можно по соловьям? Или по бобрам, по норкам и прочей нечисти, преступления которых ими же задокументированы. Все же записано, пронумеровано, сдано в архив, выложено в интернет, а там, как известно, ничего не пропадает. Вот они, готовые приговоры, пока еще ходят, хорохорятся, надувают щеки или орут благим матом. А знаете, на что они рассчитывают? Вот так откровенно, сбежать от мирового правосудия? Это вряд ли, тем более, что будущий украинский Моссад в хорошем смысле этого слова спать не будет. Нет, друзья, они надеются, что успеют сдать своих хозяев раньше, чем их коллеги. И вымолить себе хоть маленькую, но поблажечку, хоть дополнительную пайку. Пойти на сделку с правосудием. Получится? Как думаете? До встречи, друзья. Ведь нам есть о чем поговорить.